В Чуваксарах определили победителя регионального этапа всероссийского конкурса словом и жестом. В использовании специальных операционных систем iOS и Android для незрячих в библиотеке имени Льва Толстого соревновались 13 человек. Математические действия с крупными цифрами, логические задания, вопросы по истории России и даже результаты матчей чемпионата мира по футболу. Все это вспоминали и вычисляли участники конкурса словом и жестом. Для того, чтобы выполнить такие задания, нужно в совершенстве владеть программой для незрячих в сотовом телефоне. Участники конкурса отвечали на вопросы, пользуясь интернетом. Творческий конкурс слабовидящих и незрячих пользователей сенсорных устройств в этом году проходит в 24 регионах России. Конкурс, который называется словом и жестом, проходит в рамках проекта «Универсальный мобильный помощник», который реализует Нижегородская область, Центр реабилитации слепых Нижегородской области Камерата. Во время конкурса в зале достаточно тихо, потому что многие слушают задания через наушники. Участники сосредоточены и, кажется, немного волнуются. Задания действительно очень интересные и не только для незрячих и слабовидящих. Последнее шестое задание, например, пройти по указанной ссылке. Там звучит песня «Позвони мне, позвони». А кому и как звонить догадались не все участники. Порядок чисел друг за другом. Каждое задание давало двухзначное число. В результате получался номер телефона. Тот, кто первый дозвонился, соответственно, является победителем. Победитель все же определился. У руководителя проекта телефон зазвенел прямо во время интервью. Поздравляю вас с первым местом. Ждем второе, ждем третье место. Любовь к технике, а главное умение правильно ее использовать не подвели Рагибу Эфендиеву. Она первая догадалась, что нужно делать с цифрами. Впрочем, у нее уже богатый опыт участия в подобных конкурсах. Задание. Когда были сложнее? В прошлом году или в этом? В этом году. В этом году они были какие-то муторные. В этом году они были ужасно какие-то. Я еще думаю, какой праздник. Что за 70-я широта. Потом думаю, господи, есть же интернет. Можно интернете посмотреть. Да, я сейчас, все будет. И так я смотрю, думаю, ах, это было так легко. Я могла бы уже пораньше, а потом думаю, ну, песню прислали. Ну, позвони. А что делать с этой песней? Можно скачать, сохранить. Ну, если надо слушать внимательно Николая Павловича, ну, у вас должны получиться цифры. Потом смотри, 93, 70, 12, так, 0,226. Это же Павлович. Рагиба вышла в финал. Она примет участие во всероссийском конкурсе словом и жестом в Нижнем Новгороде в апреле.